Приветствую еще раз сегодня 7 июня 2024 года и приглашаю вас, уважаемые друзья в социальных сетях, в свою скромную студию АркТВ в Ютубе. В первом своем включении я вам сказал о том, что остановил специально для вас кадр познакомить, что это фрагмент программы «Нобель 1954» Эрнест Хемингуэй. И это, с моей точки зрения, интересная программа, которую ведет Дмитрий Быков со своей соведущей постоянной. И сейчас, для того чтобы, простите, вы мне поверили, я хочу вас познакомить с небольшим фрагментом этой программы. Смотрите, слушайте. Он приличный. Он абсолютно приличный. Это, в общем, конечно, неправда. Платонов никогда дворником не работал, но, тем не менее, это легенда очень устойчивая. И вот... Я поясню. Дмитрий Быков сказал, он вспомнил анекдот и, так сказать, распиялся сам. А соведущая спросила, он приличный? Он говорит, да, приличный. И вот сейчас он расскажет этот анекдот в эфире. Короче, сидит, значит, во Франции или там в Триесте сидит Джеймс Джуйс и думает, конечно, я очень хороший писатель, да? Но все-таки вот Хемингуэй действует сильнее меня, энергичнее меня. Сидит во Флориде Хемингуэй, рыбачитый. Да, конечно, я хороший писатель, черт возьми. Но все-таки Андрей Платонов сильнее меня. Андрей Платонов бежит в политинститутском двору с метлой, за мальчишкой разбившим окно и думает, догоню, убью нахер. Да, вы сказали, что... Очень хорошая анекдота, очень точно. Он показывает статус писателя в мире. Вот Платонов он оценил. Он высоко довольно оценил Шолохову, прочитал Тихий Дон. В общем, он понимал. Что касается Достоевского, то он его оценил, я думаю, не за идею. Он оценил его за художественное мастерство, потому что Достоевский умеет внушить читателю некоторые чувства лихорадки, чувства болезни. Вот по воздействию Достоевский, конечно, чемпион. И вот Хем, он может читателю что-то внушить. Он может, скажем, тяжело больному сказать, сожми зубы и вставай. Это он может сделать. Он может человеку, потерпевшему поражение в любовной драме сказать, все они таковые твари. Вставай и живи дальше просто ей на слом. Вот если там, Бандович, там говорил, Пастернак почитать, горло прочистить, то Хема почитать, зарядку сделать. Это такой хороший и умный душ. Почему его вот, когда Нобелевской премией наградили, я прочитала это, ну, обычно за что-то дают. Он сказал очень короткую речь. Они сказали, обычно говорят, там, за поиск ответов на вечные вопросы, там, за мастерство. Они конкретно сказали за мастерство в искусстве повествования, продемонстрированные недавно в Старике и море. Как будто бы он ничего не написал, кроме Старика и моря. Это квинтэссенция, это итог, это лучшее, что он сделал. И она, появившись в Нью-Йорке, она всех купила. Просто там все были выкидывали. По-моему, Нью-Йорке. Дело же в том, что, понимаете, награждали Нобелевские премии, мы об этом много говорили, всегда за гуманизм, всегда за благородство. И, конечно, вот Хэм по части этого благородства, по части отстаивания гуманитарных, гуманистических идей, он молодец. Не говоря уже о том, что хотя у него была репутация военного писателя, он сказал, все, кто развязывает войны, все, кто ведет войны, моя бы в Ульяр, расстрелял на глазах у всего человечества на самой высокой горе. В нем нету культа войны, который очень присущ большинству его третьестепенных подражателей. И российских, и нероссийских. А еще он любил котиков. Насчет котиков не знаю, он любил бабы, причем бабы он любил таких мурашных, которые могут много выпить, которые тоже военные корреспонденты. Он любил такие баб подчинять, как только они подчиняются. Дима, вас сейчас все обвинят, женщин он любил. Слушайте, вот, Саша, давайте, наконец, все-таки скажем неполиткорректную вещь. Конечно, истинные ценности, они гендерно-безотносительные, что называется relevant, они не привязаны к полу. Но ничего не поделаешь, есть искусство мужское, есть искусство женское. Потому что не зря же Карл Марс говорил, мужчине с универсилы у женщины слабость. Есть разные художественные критерии. Есть очень мало женщин, которые любят и понимают роман Хеллера «Что-то случилось». Такие женщины есть, но это роман о мужском кризисе среднего возраста. Очень немногие женщины по-настоящему понимают романа Гориева, особенности раннего, до его псевдонимного перерождения. И Хемингуа, и мужской писатель. Но мы же не посягаем на Джейн Устин, понимаете? Мы же понимаем, что Джейн Устин – писатель женский, или там под каким бы псевдонимом не печаталось Джордж Иллиот, она женщина, и Гарри Бичерсту – женщина, и нечего тут стесняться. Но оставьте нам одного мужского писателя. Ведь мужчина действительно женщине в битве полов всегда проигрывает. Ведь 41-й у Лавренева это повести именно о том, что мужчина в этой ситуации обречен, потому что женщина всегда приземляется в жизни на четыре лапы. Мы можем сколько угодно отходить от гендерных стереотипов, но мы не можем абстрагироваться от того, что Хемингуа – мужчина, мужской писатель. И он отстаивал эту идентичность. Может быть, уже чувствую очень остро, что время у мужчин проходит. Приходит время третьего пола. Но вот когда оно придет, у нас с Нобеля будут получать писатели третьего пола. А в 20-м веке с его ужасами было очень важно, мужчин ты или женщин. Идешь ты на войну или провожаешь. Хотя и женщины тоже шли на войну, конечно. Но войны не женская лица. Я прямо хотела именно это сказать. Да, но войны не женская лица. Алексей Ильич, спасибо. Вспомнила о женщинах. Она все-таки война. Помните, об этом же писал Слуцкий. Лучше бы дома сидели. Это не ваше дело. Ну, есть пока еще мужские и женские занятия. Ситра Барада. Очень любили женщин. И он их любил. Нет, ну, конечно, в этом есть что-то такое. Да, я мужчина, я дикий мужчина. Яйца, табак, перегара, щетина. Как у Шнурова это спит. Конечно, в этом есть определенные такие, я бы сказал, ну, опять-таки кокетливые нотки. Такая дамственность. Ну вот, уважаемые друзья в социальных сетях, я очень хотел, чтобы вы послушали самого Дмитрия Быкова и, может быть, вот этим небольшим фрагментом заинтересовались. И я дам ссылку, естественно. Вся эта программа «Нобель 1954» Эрнест Хемингуэй, если я не ошибаюсь, она длится минут сорок. Поэтому те, кто интересуется литературой, личностями и, да, впрочем, жизнью интересуется, простите, обязательно посмотрите, послушайте и хоть чуть-чуть отвлечетесь от сегодняшних тяжелейших реалий военного времени. Я, конечно же, те, кто со мной на одной украинской волне, прекрасно понимают, о чем я. Будьте все здоровы, благополучны, несмотря ни на что, оставайтесь оптимистами. Искренне ваш из Филадельфии Дэви Аркадьев сегодня, 7 июня 2024 года. Бог даст увидимся, Бог даст услышимся. Пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok